После окончания шествия Медведев и Путин отправились в обычный московский пивной бар на Новом Арбате. Причем лидеры выбрали столик не в комнате для вип-персон, а в общем зале, где уже находились посетители. На столе гостей ждала традиционная закуска к пиву, но президент и премьер подошли к стойке раздачи. Медведев взял отварной картофель с креской, а Путин жареную картошку и колбаску из баранины. А у нас нужно взять подносик и приборы, как в советский добрый рынок. Выбирая пиво, президент и премьер были единодушны. Взяли нефильтрованное жигулевское. Единственное, что отличает, конечно, от заведения от того времени, когда мы ходили, количество сортов пива. Это разные сорта, ребят, да? Да. А вот раньше было одно. Это самое вкусное. Единственное и лучшее. Позже к Медведеву и Путину присоединились лидер Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков и еще ряд региональных профсоюзных руководителей. Говорили о спорте, развитии рынка труда и вообще о жизни. Например, о том, что нельзя не заметить среди тех, кто вышел на улицы, много молодежи.